МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Российская Минобороны планирует призвать в армию еще 400 тысяч человек. Цифру называют в том числе прокремлевские СМИ. Но в этот раз набирать людей на войну против Украины будут не мобилизации. Минобороны спустило в российские регионы разнарядку набрать в армию 400 тысяч контрактников. Удастся ли российскому военному руководству реализовать этот план, обсудим в эфире. А еще в нашем эфире сегодня поговорим с лидером группы Ногу с Филом Максом Покровским. На него составили протокол о дискредитации российской армии после того, как Покровский начал петь на украинском языке. Обязательно дождитесь второй половины нашего эфира. Это программа «Утро» на канале «Настоящее время». Сегодня четверг, 16 марта. И с главными новостями к этому утру вас познакомлю я. Меня зовут Алексей Александров. Здравствуйте. Если вы смотрите нас в Фейсбуке или на Ютуб-канале «Настоящее время», обязательно подпишитесь и поставьте лайк этой трансляции, так как каждый ваш лайк продвигает нашу программу. Итак, в России военкоматы как минимум 35 регионов начали рассылать местным жителям повестки. Об этом в своем телеграм-канале пишет российский правозащитник, глава группы «Агора» Павел Чиков. По его данным, среди регионов, где рассылают повестки Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Белгородская, Воронежская, Свердловская, Мурманская области, Алтайский, Пермский, Красноярский и Краснодарский края, Республика Чуваша, Кабардино-Балкария, Дагестан, Башкортостан и Республика Коми. Власти некоторых российских регионов заявили, что повестки рассылают для актуализации данных воинского учета или приглашения на военные сборы. Необходимость актуализации данных якобы возникла после того, как в ходе частичной мобилизации в России были выявлены ошибки, пояснили так, например, в правительстве Липецкой области. Липецкий военком Валерий Герасименко заявил, что рассылка повесток осуществляется для оцифровки баз данных. Однако, как отмечает Павел Чиков, сейчас есть вопросы, например, к повесткам на военные сборы, потому что, по словам правозащитника, военные сборы могут проводиться только после указа президента, но указа такого не было, или, по крайней мере, он не был опубликован, говорит Чиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раздачу повесток назвал обычной практикой и заверил в очередной раз, что в Кремле не ведут обсуждений по поводу новой волны мобилизации в России. Издание «Верстка» при этом утверждает, что раздача повесток связана с новым набором добровольцев для войны в Украине. Как сообщили источники издания о силовых структурах, мужчинам будут предлагать заключить контракты. И, по данным «Верстки», так власти хотят восполнить потери среди артиллеристов и операторов бронемашин. «Верстка» пишет, что повестки начали приходить в том числе студентам очной формы обучения российских вузов. Всего на службу по контракту Минобороны России планируют набрать 400 тысяч человек. И об этом пишет провластное российское издание «Урару» со ссылкой на источники в руководстве уральских регионов. Министерство обороны России разослало в регионы разнарядки с указанием количества людей, с которыми должны быть подписаны контракты. Компания по набору военнослужащих должна начаться вместе с весенним призывом, то есть 1 апреля, хотя неофициально началась еще в феврале, отмечает издание. По планам Минобороны в Челябинской и Свердловской областях на профессиональную службу должны поступить по 10 тысяч человек, а в Пермском крае 9 тысяч. Напомню, источник нашего канала в одной из украинских спецслужб, которому мы доверяем, на этой неделе передал нам перехваченный разговор двух российских военных Северного флота. И один из них с фамилией Говоров рассказывает другому, Швецову, о ситуации с набором в российскую армию. И там эти мужчины на записи тоже говорят о наборе в армию тех же 400 тысяч контрактников. Короче, сказали, мобилизации не будет усилить работу по набору на контракт. Проще, короче, мобилизация слишком дорого. Проще, короче, набрать 4 тысяч за 40 тысяч, конечно, служить, чем призвать одного мобилизованного на 195, блядь. Это что, это на этом сказали? Вот весь. Ну, между строк. Короче, набирать восточный округ 100 тысяч человек. Центральный, блядь, 100 тысяч человек. Южный, 70 тысяч человек. Западный, 100 тысяч человек. Северный флот, знаешь, сколько? Сколько? 7 890. Я не 7 тысяч наберу. Они не наберут его. Короче, мы пойдем на Запорожье. Хоть на Запорожье, ты что, блядь. Надо бы, блядь, Брянг в Белгердов. Да, что сейчас опять 300 тысяч закончится? Снарядов уже нахуй. Вот гора заканчивается. А с этими смурадовыми, шайгумами, столько на лавею. Набор контрактников в российскую армию и раздачу повесток мы планируем обсудить с правозащитником Сергеем Кривенко. Он в течение нескольких минут должен присоединиться к нашему эфиру. Подождем его. Ну и пока расскажем вам о происходящем в Украине. Потому что там сейчас тоже раздают повестки. Только там это происходит уже несколько месяцев в преддверии будущего контрнаступления Украины на фронте. Чтобы не попасть в армию, в Украине сейчас некоторые мужчины покидают страну. Они делают это незаконно, так как сначала полномасштабного вторжения России выезд из Украины для мужчин призывного возраста закрыт. Однако в стране появились разного рода схемы, как незаконно пересечь границу. Переплыть, перейти по горам, либо выехать через КПП, но по поддельным документам. И эти схемы в Украине изучил наш корреспондент Алексей Продайвода. На границе их ловят десятками. Чтобы избежать мобилизации, они готовы пробираться через чащу леса, карабкаться в горы и переправляться через реки. Хорошо, чтобы круг ловили. Но, вопреки всем рискам, пересечь границу по зеленке – самый популярный способ. Зачастую уклонисты платят местным проводникам пару тысяч долларов. Но гарантий, конечно же, никто не дает. Когда подъехали границы, проводник его высадил, сказал, что в километре находится пункт погранцов. Говорит, тебе просто надо перебежать в поле. И очень быстро. Он говорит, нет, я на это не согласен, потому что могут стрелять. Он говорит, да, пограничники будут стрелять, но они, скорее всего, не попадут. Мы обо всем договорились. И человек перебегал границу просто, ну это из материалов уголовного дела. То есть, ну, рискуя своей жизнью, фактически отдав деньги, но ему уже одеваться некуда было, потому что он находился на нейтральной территории. Чтобы не пробираться полями и болотами, этот молодой человек переоделся в женщину. Не помогло, получил повестку. А этот беглец в Молдову умудрился спрятаться в бэйби-боксе. Сколько вам повных роков? Тридцать четыре. Тридцать четыре. Почему вы находитесь приховано? Потому что мы не хотим выпускать этих дней. Но такие курьезы зачастую случались в начале полномасштабного вторжения. Пока не заработала еще одна популярная схема – подделка документов из военкомата. К примеру, в начале года правоохранители задержали группу врачей, которые торговали справками. Мухилянты после зарплаты значительной суммы денег, подекуда от 5 до 10 тысяч долларов, уже по целиком легальным документам безперешкодно выезжали за межи государства. В целом, преступникам удалось незаконно переправить через государственный кордон более 30 человек. Учитывая то, что многие схемы всячески перекрываются, а спрос остается, то просто цена в реальности становится выше, выше и выше. Интернет пестрит подобными объявлениями. Уклонистам дельцы предлагают документы на поступление в иностранные вузы, на сопровождение лиц с инвалидностью или на фиктивные браки с матерью троих малолетних детей. В национальной полиции тоже активно следят за предложениями на черном рынке. Хочем быть их клиентами, скажем так, и документуем этот процесс. В переважной большинстве эта деятельность их завуальована. Они под различными пропозициями. Как от продажи автозапчастин, выдают рекламу такую своередную, так и прямая пропозиция выезда за кордон. Еще одна рабочая схема через систему шлях. Она позволяет мужчинам призывного возраста, которые везут гуманитарку или лекарства, покидать страну до 60 дней. Мы четко понимаем, что если человек реальный волонтер и он реально занимается этим направлением работы и помогает, в том числе, подразделам Збройных сил Украины и других военных формирований, он четко может дать ответ, с какой методом он ездит в предыдущий раз, а с какой методом он ездит в этот раз за кордон, и что он планирует получить для помощи украинским защитникам. Но, по словам юриста, все равно находятся те, кто злоупотребляют разрешениями на выезд. До сих пор же в общем доступе нет данных о том, сколько выезжало по системе шлях людей, сколько из них вернулось в дальнейшем. И все мы видим даже по фотоотчетам в разных уголках мира появление наших сограждан призывного возраста, которые действительно должны были сейчас служить, не имеют права на срочку, но каким-то образом оказались за рубежом. Это украинский комик Андрей Щегель признается, что устал от войны и, несмотря на несколько повесток, покинул страну по разрешению Минкульта. После таких признаний Щегеля украинским артистам, деятелям культуры и журналистам уже сточили условия выезда за рубеж. После резонанса сам стендап-комик извинился. Я приношу извинения всем, кому скандал с моей участью завдал страждань. Провокация ее работой комика, но, на жаль, пошук врагов и полювание на видеом вышли за межи розумного. Мы обратились к Щегелю за комментарием, но ответа не получили. По данным пограничников, с начала полномасштабного вторжения при попытке сбежать из страны вне пунктов пропусков были пойманы более 11 тысяч уклонистов. Еще более 4 тысяч призывников пытались пройти пограничный контроль слеповыми документами. В то же время штраф за незаконное пересечение границы составляет до 8,5 тысяч гривен. Это 230 долларов. Это порушение, оно должно быть криминализовано. Потому что на данный момент, на жаль, эти люди, которые перетинают, они несут административную ответственность. Я считаю, в такой сложный час для государства этого недостаток. Скольким украинским гражданам таки удалось покинуть страну по нелегальным схемам, в настоящее время неизвестно. Вернуться в Украину они смогут без каких-либо проблем с законом по истечению трехмесячного срока административного нарушения. Алексей Прадаево да Николай Рыщенко. Настоящее время. Украина. Сейчас, как я обещал, мы вернемся к обсуждению темы набора контрактников в российскую армию. К нашему эфиру присоединяется правозащитник Сергей Кривенко, директор правозащитной группы гражданина армии права. Сергей, здравствуйте. Да, доброе утро. Объясните, вот сейчас СМИ пишут, что Минобороны поставила план набрать в российскую армию 400 тысяч контрактников. Такого раньше не было? Здесь какая-то, наверное, путаница, потому что 400 тысяч контрактников – это суммарное количество контрактников, которые Минобороны пыталось все время набрать. И до войны на эту цифру выходили много-много лет. Такая задача была поставлена еще в начале 2000-х годов. Потом была принята в 2004 году федеральная целевая программа по набору контрактников, которая успешно Минобороны провалил. То есть 20 лет назад была поставлена задача сделать российскую армию профессиональной, основанной на контракте. Именно из-за этого в 2008 году был и срок призыва сокращен до одного года, и ставка сделана в основном на контрактников. Но к этой задаче шли, к набору такого количества контрактников – 400 тысяч – вот эти все почти 20 лет. И впервые данные о том, что количество контрактников в российской армии превысило количество призывников, но об этом министр обороны, по-моему, где-то в 2015 или 2016 году впервые заявил. То есть эта задача еле-еле была выполнена в предвоенные годы. И 400 тысяч – это общее суммарное количество контрактников перед войной, которое было в российских вооруженных силах. Ну, тут я должен, наверное, вам объяснить, почему, собственно, СМИ так пишут. Вот есть планы, которые получают, в том числе прокремлевские медиа, при этом в перехвате разговора, который получила наша редакция российских военных, речь идет о том, что Минобороны решила, что им выгоднее набирать контрактников, которым платить по 40 тысяч рублей, чем мобилизованных, которым нужно платить по 195. По-вашему, это не может быть реальным? То есть набрать 400 тысяч человек за какое-то короткое время для участия в войне невозможно? Ну, мы видим, что на контракт могут поступить как граждане, находящиеся в запасе, и просто, так сказать, с гражданки прийти, подать в военкомат заявление и поступить на контракт добровольно. Основное условие поступления на контракт – это добровольность. Так и второй путь – это военнослужащие по призыву. Те, которых призвали, и их начинают сразу же уговаривать, принуждать, заставлять разными мерами. Иногда вплоть – мы фиксировали насилие при попытках уговора заключить контракт. То есть вот эти два пути. То есть гражданин с гражданки может заключить контракт, и военнослужащие по призыву. И мы видим, в прошлом году весной и летом была активнейшая вербовка на контракт, которую развернуло Министерство обороны с участием губернаторов разных районов. Мы вспомним эти все региональные подразделения, которые активно рекламировались. Тоже назывались какие-то очень большие суммы, которые будет получать контрактник. И эта вербовка провалилась. Именно поэтому в сентябре и началась мобилизация. Потому что надо было восполнять потери, надо было увеличить количество военнослужащих, а они не смогли то должное количество набрать. Участие военнослужащих по призыву в войне, оно до сих пор очень непопулярно в России. И Минобороны на это не идет, хотя это по закону возможно. То есть остается либо мобилизованной, либо военнослужащий по контракту. И судя по всему, сейчас власть действительно стоит перед развилкой, потому что первая волна мобилизации прошла, но прошла не очень. С одной стороны, им удалось российским властям набрать 300 тысяч или 400 тысяч. Там разные оценки есть военнослужащих осенью. Но с другой стороны, мы видим, что в ряде регионах она очень с большим трудом прошла. Можно сказать, была сорвана в Москве, в Дагестане и в некоторых других регионах, где возникли напряжения или просто люди стали бегать и не ходить в военкоматы. И участие мобилизованных – это противоречит той картине, которую целый год власть пыталась навязать российскому обществу, что война – это там где-то далеко, что это не война, это специальная военная операция. А мобилизация – это всю картинку рушит. Поэтому либо мобилизация, либо набор на контракт. Но набор на контракт очень с большим трудом происходит. Добровольно баллы идут людей. Может остаться, получится, что сейчас будет увеличено количество военнослужащих по призыву, весенний призыв. И тем самым они будут пытаться военнослужащих по призыву призвать, побудить заключать контракты. Сергей, ну вот Павел Чиков пишет, что в 35 российских регионах начали раздавать повестки. А можем ли мы себе представить, что это некая гибридная схема? Что людей будут, не знаю, заставлять приходить в военкоматы, и там будут в каком-нибудь обязательном режиме заставлять их, когда люди просто пришли в военкомат впервые, будут заставлять подписывать контракт. Это возможно? Ну, это возможно. И такая схема, вот она и пыталась работать. Но слово «заставлять» тут нуждается в пояснении, потому что действительно гражданин заключает контракт добровольно. И он может отказаться от этого, и ничего за это, естественно, ему не будет. Но военкоматы могут уговаривать и очень, так сказать, назойливо стращать, убеждать, давить на патриотизм и так далее. Но вот я еще раз хочу повторить. Вот эта схема, она же началась год назад, прошлой весной, на попытке набора вербовки на контракт. Но вот она не сработала. Поэтому вот представляется, что все-таки основные пути пополнения воюющих сил в России это либо увеличение набора на призыв, количество призывников, и уже внутри частей попытка, так сказать, заставить их подписать контракт, или все-таки проведение мобилизации. Эта схема может быть сейчас гибридной. Мобилизация, она не закончилась, она объявлена указом президента, и прошла только первая волна мобилизации. Никто сейчас не будет объявлять, можно не объявлять начало этой второй волны. Она может идти просто вручением повесток. И, так сказать, не через СМИ. То есть граждан в рамках уже объявленного указа и реализации закона о мобилизации люди могут просто получать повестки, и они должны приходить в военкомат, и если хотят служить в армии, их будут призывать по мобилизации. А одновременно будет вестись призыв. Так что тут, может быть, эта схема и набора на контракт, и увеличение количества призывников, то есть и вербовка на контракт свободных граждан, и увеличение количества призывников, и такая текущее плавное увеличение количества повесток мобилизации. Это все может быть сейчас применено. И, кстати говоря, большие опасения, что эта мобилизация может так активно начаться в конце марта, потому что все-таки с 1 апреля должен начаться призыв, но он может быть передвинут на один месяц до мая, как это был осенний призыв и как это был весенний призыв 2020 года, из-за коронавируса он был сдвинут. То есть призыв может быть проведен в сокращенные сроки, а вот этот месяц, апрель, как раз власти могут использовать военкоматы для набора по мобилизации. Не такая большая волна. Сергей, у меня последний вопрос к вам, если можно коротко. А мы знаем план призыва на вот этого весеннего призыва, который грядет? Нет, это перед каждым призывом выходит указ президента, который объявляет количество тех, которых надо призвать. А порядок чисел примерно? 120-125 тысяч каждый призыв, это в последние годы. Но никто не мешает президенту увеличить эту цифру или вообще ее сократить. То есть по закону это количество определяет президент. Сергей, спасибо вам огромное за ваше пояснение. Сергей Кривенко, правозащитник и директор правозащитной группы «Гражданин армии» и право о том, как российские власти могут все-таки реализовать схему по призыву дополнительных новых российских военных для войны в Украине. Спасибо. Теперь перейдем к новостям с фронта. Украинским военным в Бахмуте катастрофически не хватает боеприпасов. Об этом в фейсбуке написал один из украинских военных Александр Проскурин, который сейчас принимает участие в боях за Бахмут. По его словам, боеприпасы приходится сильно экономить. Из-за этого украинская армия не может успешно наносить удары по силам России на захваченных территориях. Напомню, президент Украины Владимир Зеленский во время последнего заседания Ставки Верховного Главнокомандующего принял решение продолжать бои за Бахмут, в том числе оценив количество личного состава их боеприпасов. В то же время, по данным экспертов Института изучения войны, за последние дни российские силы несколько продвинулись в городской черте Бахмута и захватили завод «Восток-Маш» в промзоне. Однако в свежей сводке аналитики делают вывод, что темпы российского наступления сейчас замедлились по сравнению с предыдущими неделями. Какая ситуация на фронте в Бахмуте, по словам украинских военных, расскажет Юлия Горичева. Бои за Бахмут на пике интенсивности, если сравнивать с предыдущими месяцами. Бойцы ВСУ и наемники ЧВК «Вагнер» выкладывают видео практически полностью уничтоженного города. Целых домов тут не осталось. Накануне силы ВСУ сбили в небе над Бахмутом российский истребитель Су-24. Фортеция Бахмут стоит под безперервными ударами российской артиллерии, авиации, шквалом ворожих куль и бесконечными штурмами орт-оккупантів. Однако, говорят бойцы ВСУ, есть и другая сторона обороны Бахмута. Военнослужащий Александр Лейтеха у себя в фейсбуке опубликовал пост о том, что ВСУ в Бахмуте ощущают огромную недостачу боеприпасов. В доказательство привел случай, произошедший на днях. Бойцы ВСУ заметили в восточной части Бахмута российский современный дорогостоящий танк. В связи с огромнейшим снарядным голодом, говорит боец, поразить танк с помощью артиллерии не удалось. Высшее руководство сначала распорядилось использовать оружие западного образца для ликвидации танка. Однако потом приказ отменили. Причина, по словам автора поста, оружие и снаряды к нему слишком дорогостоящие. Три часа назад Т-90М прорыв благополучно с***ся в неизвестном направлении. Думаю, ночью он вернется. Или позже. Но точно вернется. И обязательно кого-то убьет. И это только верхушка имеющегося п***ца. Враг на захваченных участках на расстоянии 1-3 километров от линии боевого столкновения передвигается беспрепятственно. Легковушки, джипы, газели, уралы, тигры, БМП и танки. Снарядов катастрофически не хватает. Расход 5-7 выстрелов на цель. И это в урожайный год. Мы знаем 75% основных огневых позиций противника. Командные пункты уровня роты батальона. Но они сидят не***ные. В конце публикации боец уточнил, что его пост не является призывом к выводу войск из Бахмута. И свой долг он и его сослуживцы выполняют до конца. Силы есть. Однозначно есть. Но они преобладают в артиллерийском огне. Люди у них, понятно, это уголовники, зэки. У нас были с ними контакты. Но за счет того, что большая плотность артиллерийского огня, приходится несем потери, отступаем, что-то отбиваем. Ну, так вот идут дела. В украинских провоенных телеграм-каналах тем временем появилась информация о том, что, по словам командующего Восточной группировкой войск Украины Александра Сырского, бойцам ВСУ нужно продержаться в Бахмуте до апреля. Потом якобы станет легче. О чем именно идет речь о поставках нового вооружения или о подкреплении личным составом, не уточняется. А так сейчас выглядит обстановка на дорогах, ведущих к Бахмуту. Российские войска постоянно обстреливают и трассы, которые еще используют украинские военные, и грунтовые дороги. Пронесло. Пронесло. И право на Бахмут. А мы только оттуда. Вон парни там сейчас застряли. Все трехсотые. Тем временем наемники Чивака Вагнер заявили о захвате села Залезнянское на севере от Бахмута. При этом в свежей сводке Американского института изучения войны отмечают, что темпы наступления российской армии на Бахмут снизились. Число атак уменьшилось. Юлия Горичева. Настоящее время. За год полномасштабной войны с Россией на войне могли погибнуть более 100 тысяч украинских солдат. Такую цифру сегодня утром называет американская газета «Политика» со ссылкой на данные официальных лиц США. Как пишет издание, Украина и Россия несут большие потери в боях за Бахмут, и по мере приближения ожидаемого контрнаступления ВСУ США все больше обеспокоены потерями опытных солдат в рядах ВСУ и сокращением запасов боеприпасов. На этой неделе, напомню, американская газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на американских и европейских чиновников писала, что ВСУ потеряли до 120 тысяч военных убитыми или ранеными на поле боя. В статье также говорилось, что вместе с потерей самых опытных бойцов ухудшается и качество украинской армии, что ставит под сомнение возможность весеннего контрнаступления ВСУ. В Киеве статью «Вашингтон-Пост» раскритиковали. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что все написанное не соответствует действительности и обвинил издание в раскачивании ситуации. По его словам, на фронте сейчас действительно сложно, однако, как уверяет Данилов, цифры и данные «Вашингтон-Пост» неправдивы. Напомню, по последним данным, которые озвучивали украинские официальные лица, в декабре прошлого года ВСУ потеряли на поле боя убитыми до 13 тысяч человек. Сейчас к нашему эфиру присоединяется Евгений Дикий, украинский военный и ветеран батальона «Айдар». Евгений, здравствуйте. Доброе утро. На этой неделе, как мне кажется, стало меньше новостей из Бахмута. Вот вас я сначала хотел спросить, понимаете ли вы, что там сейчас происходит? Разумеется, знаю, у меня там друзья, часть в самом Бахмуте, внутри этого, скажем, почти кольца, часть, наоборот, за Бахмутом, как они сами говорят, пытаются разгибать клещи, которые российская армия пытается вокруг Бахмута сомкнуть. Новостей стало меньше по одной причине, а там, в общем-то, за последние дни ничего не менялось. И это такое не менялось. Помните ремарковское «на западном фронте без перемен», когда вот за этой фразой «на фронте без перемен» на самом деле стоят именно непрерывные тяжелые бои, но в которых ни одна из сторон просто чего-то особо большого не достигает. Вот это сейчас Бахмут. Бахмут это сейчас такая, ну, вообще страшно так говорить, потому что мы говорим о живых людях, но это реально именно мясорубка. Вот это такой, знаете, ну, война это в принципе, знаете ли, не рай. Но когда я от своего бывшего бойца, с которым мы вместе воевали в 14-м, и который вот эту большую войну воюет с первого дня, вот ровно с 24-го февраля, когда он позавчера вышел из Бахмута по ротации, вот, и сказал, ху, мы наконец-то вышли из ада, ну, понимаете, то есть если в его шкале это уже ад, то мне это уже очень о многом говорит. То есть человеку, поверьте, есть с чем сравнить. То есть там именно страшные, совершенно близкие контактные бои, вот, бои за каждый отдельный дом, иногда за каждый отдельный подъезд, бои, с одной стороны, и артиллерийские, вот, кстати, если позволите, прокомментирую репортаж, который был вот прям перед моим включением, вот оттуда, из Бахмута, но, так вот, с одной стороны, бои артиллерийские, и в основном с российской стороны идет сравнивание, скажем, того, что осталось от Бахмута, надо, кстати, понимать, что города вообще реально нет. Мы говорим о боях в развалинах того, что было 70-тысячным городом Бахмутом, вот, у него уже степень разрушения порядка 90%, то есть это вот то, как был Грозный вот к самому концу боевых действий. Это вот, скажем, российские зрители, слушатели могут просто вспомнить и понять. Вот Бахмут сейчас точно в таком состоянии, как Грозный к концу Чеченской войны. Так вот, в этих руинах идут прежде всего близкие контактные бои, вот, люди на людей, пехота на пехоту. По словам еще одного из моих друзей, он как раз более так весело об этом отзывается, с армейским таким юмором, и говорит, вот, единственное, чего еще нам для жизненного опыта не хватает, вот в штыковую еще не ходили. Но, то есть, на самом деле, если без улыбки, то действительно штыковых-то не было, но уже буквально, ну, вплоть до забрасывания гранатами друг друга в окна, именно, ну, запрыгивания друг к другу в окопы и так далее. То есть, это именно такие очень близко контактные бои, которые на самом деле в современных войнах редкость. А вот в Бахмуте они каждый день сплошняком. При такого рода боях, разумеется, очень высокие потери. Очень высокие потери у обеих сторон. Ну, все, так сказать, по классике. У наступающей стороны они значительно выше, эти потери. Но, знаете, даже одна третья или одна пятая от российских потерь там, ну, для нас это много, скажем так. То есть, на самом деле, с нашей стороны потери тоже в реальности очень тяжелые. — Евгений, ну, вот Институт изучения войны американский пишет, что российское наступление в Бахмуте замедлилось. И, кажется, вот из ваших слов можно сделать вывод, что аналитики, в общем, правильно к такому виду приходят. А вы можете объяснить причину, почему это российское наступление замедлилось? — Ну, причин три. Причина первая, географическая. Россияне вышли к речке Бахмутке. А это естественный рубеж, на котором все-таки их удобнее сдерживать, чем в тех районах города, где бой идет именно от дома к дому, скажем, продвигаются воюющие силы. Любой естественный рубеж по типу речки, канала и так далее, это всегда хоть немножко возможность замедлить наступление. Это всегда такой удобный естественный рубеж обороны. То есть, Бахмутка — раз причина. Вторая причина совершенно такая, очень понятная. Все-таки, как бы ни казалось, что у россиян вот этого пушечного мяса вообще бесконечное количество, а это на самом деле не так. То есть, все-таки, даже вагнеровцы постепенно заканчиваются. То есть, уже им нужно чем дальше, тем больше времени, чтобы собрать каждый раз следующую очередную штурмовую группу, которая сможет продвинуться вперед. То есть, вот те потери, которые почему-то российское командование считает для себя приемлемым, и которые ни одна нормальная армия мира в 21 веке вообще даже не рассматривала бы как приемлемые. Вот, похоже, все-таки, даже для них эти потери уже начинают реально истощать запас личного состава. Ну и, наконец, третья причина — это то, что они сами, россияне, называют снарядным голодом. Почему именно так вот, ну, явно слышатся, я думаю, кавычки в моей речи. Дело в том, что то, что россияне называют снарядным голодом, это пока что в 2-3 раза больше, чем максимальное количество снарядов, которое бывает у нашей стороны. Но дело в том, что кто как привык воевать. Россияне привыкли воевать только в условиях очень большого превосходства артиллерии. Вот, например, прошлым летом это превосходство было в 20-40 раз. И вот тогда, да, тогда они успешно продвигались. Вот именно вот за вот этим вот огненным валом. А когда сейчас их огневое превосходство снизилось до всего лишь двукратного, вот они это уже называют, в их понимании это уже капец снарядный голод. Вала нету. И вот тут я, с вашего позволения, буквально коротко прокомментирую, там цитировали в Фейсбук какого-то нашего лейтенанта. Да-да-да, это следующий вопрос, который я хотел вам задать, про снарядный голод в украинской армии. Да, дай ему бог здоровья, парню. Я не очень этично себя сейчас чувствую, из тыла критикуя его пост. Но суть-то в чем? Он почему-то считает, что снарядов нету там у них, а где-то они есть. Так вот, вот это тот случай, когда с передовой, к сожалению, не видно. Дело в том, что только те проблемы со снарядами, которые он там ощущает, они реально по всему фронту и по всей стране. Нет, проблема в том, что мы сейчас выстреливаем до 7 тысяч снарядов в день по всему фронту. Это наш максимум. Стараемся уложиться в 5 тысяч. Но дело в том, что для сравнения 7 тысяч снарядов в день, это годовая норма французской армии, например. То есть объективно есть громадная проблема. Мир не рассчитывал на войну такой интенсивности, как это. И снаряды советских калибров мы уже просто выгребли на всем доступном рынке. Снаряды советских калибров остались только в тех странах, которые не с нами дружат. Вот у союзников мы забрали уже все. Более того, даже несколько заводов расконсервировали, например, те же болгары, и выпускают сейчас снаряды советских калибров, которые не выпускали последних 20 лет. Но все равно этот темп выпуска много меньше, чем темп расходов. И по снарядам натовского 155-го калибра похожая картина. Союзники сейчас заняты именно тем, последних два Рамштайна вообще были в основном полностью боеприпасными. Союзники заняты тем, как им в складчину организовать доставку такого количества снарядов, чтобы мы могли хотя бы этот вот нынешний темп, на который, к сожалению, наш парень там жалуется, но чтобы мы хотя бы его могли поддерживать, это сейчас большая проблема и пока еще не решенная. Вот над ней работают Министерства обороны кучи западных стран. И у них та же проблема, что никто сейчас практически не выпускает снаряды в таких количествах, как надо. Они собираются за год-два возобновлять давно забытые производства. Но знаете, год-два это для нас очень долгий срок. Вот такая история. То есть по снарядам просто объективно снарядный голод и у нас, и у русских. Но причем у русских это снарядный голод в их понимании. То есть 20 тысяч снарядов в день, они считают... А если 10 тысяч снарядов в день, это все, это у них уже катастрофа. А у нас 7 это максимум, и вот даже этот максимум пока союзники не успевают обеспечивать. Евгений, есть еще одна тема, которую я хотел с вами обсудить, тоже в этом же контексте. На этой неделе все обсуждали заметку Washington Post, в которой говорилось, что Украине не хватает в том числе куличевых военных из-за потерь, в том числе, и вообще возможность контрнаступления, весь они под угрозой. Алексей Данилов сказал, что это не соответствует действительности. Как по-вашему? Читал я эту статью. Ну, я не буду впадать в такой пафос, как Данилов, и говорит, что это все неправда, все манипулятивно. Как раз там много правды. Там вполне реалистично описана та ситуация, которая у нас там на фронте. Она очень реалистично описана. Видно, что и корреспондент действительно там был, и действительно общался с нашими. И, видимо, скажем так, к нему отнеслись с доверием, ему рассказывали то, что далеко не всегда журналистам говорят. Вот, то есть, как раз фактаж в его статье я подтверждаю. А вот, что касается выводов, история немножко другая. Дело в том, что журналист побывал там, на передке, и полностью составил свою статью на том, что видно там. А при этом он же не был на полигонах, он не был, извините меня, в тыловых частях. То есть, у него вообще ни малейшего представления о том, какие резервы готовятся для этого наступления. А, в общем-то, я не раскрою никакого большого секрета. Это уже, ну, у нас уже, что называется, любая домохозяйка уже в этом смысле стала заложным. Вот, все это уже обсуждают, что, в принципе, если не оперировать конкретными цифрами, которые не стоит озвучивать в эфирах, но суть нашей стратегии в чем? Суть украинской стратегии сейчас такая, довольно, ну, честно говоря, довольно жестокая, что удержать фронт, выдержать вот это нынешнее российское наступление, должны те силы, которые вот сейчас на фронте есть. Практически без подкрепления. Вот, ну, с минимальным, скажем, латанием дырок, с минимальным, скажем, заменой двухсотых-трехсотых. А тем временем в тылу готовится сразу большое количество новых бригад и батальонов, которые не бросают на фронт, которые именно держат все в резерве на весну-лето, на наступление. Вот, ими сейчас не жертвуют. Более того, прошла новая волна мобилизации, набрали реально много народа, и они все сейчас на полигоне проходят именно базовое, на полигонах проходят базовое обучение. Вот, и они все, опять же, не отправляются прямо с этих полигонов на фронт. Они с этих полигонов ждут лето. Кстати, замечу еще одну интересную вещь. В медиа можно увидеть довольно много сообщений об обучении наших военных за границей. И даже просто анализ открытых источников показывает, что обучение уже прошло, ну, как минимум, пара десятков тысяч. Вот, и продолжается этот процесс. Так вот, а на фронте никого из них никто не видел. И это, опять же, абсолютно не случайность. То есть, те, кто возвращается с обучения за границей, их на фронт не бросают. Они все как раз готовятся к весенне-летнему наступлению, их всех придерживают. Поэтому статья несколько, скажем, то есть, фактаж с фронта там правильный. Но почему-то автор решил, что вот те части, которые сейчас держат русское наступление, и действительно очень уже вымотаны, части, которые несут тяжелые потери со всеми последствиями, которые это ведет, что мы этим же частям потом собираются дать приказ наступать. А это вот абсолютно не так. Наступать будут совсем другие люди. Евгений, спасибо вам огромное за все эти подробности. Безумно интересно все эти детали от вас слышать. И спасибо вам огромное за такой разбор этой статьи «Вашингтон пост». Евгений Дикий, украинский военный, ветеран батальона «Айдар» был гостем утреннего эфира настоящего времени. Перед тем, как перейти к следующей теме, я вновь хочу попросить вас поставить лайк этой трансляции. Вот я сейчас вижу, что нашу трансляцию в YouTube смотрит почти 6 тысяч зрителей. Но вот если вы поставите лайк, возможно, этих зрителей у нас станет сегодня утром еще больше. Ну а еще, если у вас есть информация, которую вы хотите поделиться с нашей программой, или история, которую вы хотите нашим журналистам рассказать, напишите нам письмо на электронный адрес morningsobacacarantime.tv. Вы видите сейчас этот адрес на своих экранах. Российские военные, возможно, достали обломки упавшего в Черное море американского разведывательного дрона MQ-9. Об этом сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника. О намерениях России поднять детали беспилотника накануне в эфире российского телевидения заявлял секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер утверждает, что, по его данным, российская сторона все же не смогла заполучить остатки дрона. А глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милле заявил, что американские военные предприняли все необходимые шаги для удаления программного обеспечения дрона, чтобы российские военные не смогли получить оттуда никакой секретной информации, если им все же бы удалось поднять обломки этого аппарата. Это, вероятно, на глубине от 1200 до 1500 метров, что-то в этом роде. Так что любая операция на такой глубине очень сложная для кого-либо. Откровенно говоря, поднимать, вероятно, не так уж и много, если не считать потерю каких-либо секретных данных. Но мы обычно предпринимаем и предприняли меры по снижению рисков. Поэтому мы совершенно уверены, что все, что имело ценность, больше не имеет ценности. Это, вероятно, на глубине от 1000 метров. Инцидент с американским беспилотником министр обороны США Лой Тостин накануне обсудил по телефону с Сергеем Шойгу. Минобороны России подчеркивало, что этот разговор был инициирован американской страной. Но позже, как пишет американский телеканал CNN, разговор на эту тему должен продолжиться, но уже между Марком Милли и начальником российского генштаба Валерием Герасимовым. Напомню, МАК-9 упал в Черное море утром во вторник. И по версии Пентагона это случилось из-за рискованных действий пилотов российских самолетов Су-27. В Минобороны России свою причастность к рушению американского разведдрона отрицают и обвиняют военных США в том, что их беспилотник нарушил воздушное пространство, которое Россия объявила зоной проведения так называемой специальной военной операции. При этом телеканал NBC News со ссылкой на трех неназванных чиновников администрации США сообщает, что недавние агрессивные действия России против американского беспилотника были одобрены на самом высоком уровне в Кремле. В Пентагоне обещают опубликовать кадры с атакой на МК-9. Министр обороны США Лой Тостин при этом подчеркивает, что беспилотники США продолжат летать везде, где позволяет международное право. А в Американском Сенате при этом предложили после инцидента с беспилотником атаковать российские самолеты в случае угрозы американским беспилотникам. Заявление прозвучало от одного из влиятельнейших сенаторов от республиканской партии Линси Грэма. Посол России в США Анатолий Антонов после этого заявил, что нападение на российский самолет было бы открытым объявлением войны. Призывы некоторых законодателей выходят за рамки здравого смысла. Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве не просто преступление согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе. На лидера российской рок-группы «Ногу свело» Максима Покровского составили протокол о дискредитации российской армии. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Хорошевского суда Москвы сообщило агентство городских новостей «Москва». Заседание суда по протоколу намечено на 27 марта. Пока на Покровского составлен административный протокол, то есть через две недели его могут лишь оштрафовать. Что стало поводом для составления протокола, неизвестно. Сам Покровский с 2019 года живет в США, и после начала полномасштабного российского вторжения он неоднократно высказывался в поддержку Украины и собирал деньги для украинских беженцев. Ну и так вышло, что протокол за дискредитацию армии на Покровского составили ровно через три недели после того, как Покровский запел на украинском языке. Давайте посмотрим фрагмент из последнего клипа «Ногу свело». Песня называется «Украина. Год войны». Макс, здравствуйте. Спасибо, что нашли время для этого разговора во время вашего гастрольного тура плотного. Доброе утро. Как вам петь по-украински? Это, кстати, у вас впервые. Ну, не считать, если не считать детских стихотворений, которые меня мама учила в свое время, и школьной песни «Выды, выды, соночка» на дедовую полочку, то это, да, в таком зрелом возрасте первый раз. Если не считать того, что у меня все время была мечта исполнить почему-то песню «Лилипутская любовь» тоже на украинском языке. Но до этого так и не дошло. Поленились мы почему-то. А вот сейчас, перед тем, как записать вот эту версию песни, «Украина» вам в уроки пришлось брать, например? А, ну, если это можно называть уроками, то да, пришлось брать. Во-первых, у нас есть полный текст Украины на украинском языке. Я просто пока этого не осилил, по крайней мере, потому что когда мы записывали вот эту песню «Украина. Год войны», это все происходило в живом режиме, то есть мы сняли не один дубль, но все равно все это исполнялось вживую. Соответственно, ну вот, пока моих знаний и моего умения хватило на припев, собственно, песни, занимался со мной наш друг и большой друг, и товарищ, и партнер по украинским, предстоящим, надеюсь, украинским концертам, Максим Лиховецкий, мой тезка. Было несколько уроков, но я не думаю, что они были такими сложными. Тем не менее, в какой-то момент я даже понял, что мне немножко сложнее, чем по-английски говорить, потому что вроде бы как все очень близко, но максимально своеобразно, и, в общем, я работал над этим. Вы сказали украинским концертам. Я правильно понимаю, что вы в тур собираетесь в Украину в том числе? А, мы собирались в Украину до начала войны, и сначала нам помешал ковид, а потом, понятно, нам помешала война. Что касается нашего появления в Украине сейчас, после начала войны, то мы не появляемся, собственно, в Украине по причине, наверное, соображений так-то. Это пока не время наших, просто, ну, вот, не тактично это будет, как я уже сказал. Вот, во всех остальных смыслах мы, в принципе, готовы появиться в Украине с концертами. Почему нет? С удовольствием. Это возможно с точки зрения, не знаю, визовых правил в том числе? С точки зрения визовых правил, наверное, все зависит от украинской стороны, потому что, ну, насколько я понимаю, я присутствовал в свое время, может, и сейчас присутствую лично я в списках сайта «Миротворец», ну, который, наверное, не очень актуальный сайт, наверное, не самый официальный. Это уже их дело, я не комментирую. Вот, что касается формальной визовой ситуации, то у нас, в общем-то, весь коллектив стоит из граждан либо США, либо Евросоюза. Насколько я понимаю, им, то есть нам, въезд в Украину не запрещен, поэтому вполне. А, у вас тоже есть что-то помимо российского паспорта? Да. Я гражданин Соединенных Штатов Америки, помимо того, что я гражданин России. Максим, я хотел с вами поговорить про вот этот протокол о дискредитации российской армии, составленный на вас. Вообще, как об этом узнали? И, главное, связываете ли вы вот эти два события? У вас выходит клип со строчками на украинском, и, ну, через три недели есть новости про этот протокол. Да вот, пока вы не связали сейчас, вот говоря, это предисловие перед тем, как я вышел в эфир, у нас это, я имею в виду, у нас это внутри коллектива как-то не обсуждалось. Узнали мы об этом, находясь между Лондоном и Парижем, как вы уже сказали и упомянули, у нас сейчас вторая часть нашего европейского тура. Вот он начался, этот тур в Лондоне, затем, следовательно, был Париж. Сейчас мы находимся в Бельгии и отправляемся в Испанию. Через буквально несколько часов нам предложили свою поддержку юристы, и вчера они посетили Хорошевский суд и в какой-то степени развеяли наши сомнения в очень смешную сторону. Оказывается, причиной стало видео. Наше первое антивоенное видео «Нам не нужна война». Там все достаточно забавно, потому что даже сроки давности все истекли. Когда я говорю «все сроки давности», то скорее нужно говорить о моей некой юридической неосведомленности, потому что неокончательной осведомленности, потому что была дата выхода в свет этого клипа, была дата подачи там какого-то то ли рапорта, то ли чего-то, я сейчас даже пока толком сказать не могу. Ну и есть утверждения, будем сказать, властей или судебных органов российских, как уж правильно сказать, тоже я не знаю, поскольку это и сейчас находится там где-то в доступе в интернет, то это и сейчас продолжается. То есть они считают, что не истек срок давности. Но самое удивительное, поразительное, и я, в общем, позволю себе сказать, дебильное, это то, что это самая первая антивоенная работа, которой просто сейчас год. Ну вот у вас вообще вышло много антивоенных песен, насколько я понимаю, уже там тянет на альбом. А что вам пишут ваши слушатели? Что вам пишут люди, которые вашу музыку слушали раньше? Есть ли те, кто вас осуждает в России? Ну, разумеется, есть те, кто нас осуждает в России. Ну, как бы это понятно. При таком количестве промытых мозгов и при таком количестве и процентном соотношении поддерживающих войну, разумеется, есть, которым это не нравится. Вот, количество их, которые нам пишут, я не могу сказать, что оно зашкаливает, потому что те, кто пишут, делятся на тех, кто это делают за деньги, там, просто вот присланные боты. Это понятно, когда они приходят, это абсолютно вот четкий, совершенно такой методичкин, я бы не хотел даже говорить методический подход. А те, кто это делают от души, ну, наверное, есть такие. В общем, да, не наверное, а есть. А все остальные, те, кто пишут, если их разделить, ну, очень условно, на две группы, чтобы сейчас просто много времени не тратить на анализ этой ситуации, то это есть россияне, разумеется, те россияне, которые не поддерживают войну. И это является нашей большой радостью. Мы нашли себя в этом, как коллектив, как коллектив, выпускающий антивоенные песни, нашли себя в том, что мы объединяем этих россиян, о чем они, собственно, нам и говорят. Ну и, разумеется, со своей реакцией, потрясающей совершенно реакцией украинцев. А кого больше, Макс? Мы смотрим за статистикой того и тех, кто просто смотрит просмотров, начиная с, по-моему, как раз с видео «Украина. Год войны» сравнялось количество россиян, или, так скажем, не россиян, это не совсем правильно, просмотров из России, из Украины. С чем это связано, пока мы не знаем, то ли в России нас стали сильнее банить каким-то образом наш канал, то ли процент украинцев, которые смотрят, нас повысился. Мы пока этого сказать не можем. Но, повторюсь, начиная с последнего, на настоящий момент последнего клипа, я не зря говорю с последнего настоящего момента, потому что у меня есть достаточно забавная информация для вас. Вот. И так, я уже сказал, Россия и Украина сейчас делят первое и второе места. Вы проанонсировали забавную информацию. Я теперь не могу не спросить, какую. Спасибо. Дело все в том, что заседание суда вот по этому моему делу назначено на 27 марта. И, как я уже говорил, и опять-таки я повторяюсь не просто так, мы узнали об этом, ну вот буквально там тройку дней назад между Лондоном и Парижем. Но намного раньше, не одну неделю назад, мы решили, что в этот день состоится премьера нашего нового антивоенного сингла, соответственно и аудио, и видео, песня называется «Романтика тюрьмы». То есть интересно здесь, ну, на мой взгляд, два факта. Во-первых, само название песни и сама песня, вот, поскольку это будет день суда. Хотя пока вроде мне, как вы сказали, действительно грозит только административное наказание, штраф там какой-то. Вот. Но тем не менее. И второе то, что эти смешные люди, в общем-то, подгадали и делают, назначили судебное заседание на день нашего релиза. Макс, у меня к вам последний вопрос остается. У нас минута буквально. Вы сейчас с кем-то из украинских артистов. Поддерживаете связь? Мы поддерживаем связь с замечательным коллективом Кияни, которые сделали, на мой взгляд, замечательный релиз на песню «Украина». И мы возобновили эту связь, как только, как вы уже об этом говорили, и мы с вами показали. «Я запел по-украински». Я не анонсирую это быстро, потому что мы сейчас в поездках, в середине своего тура, который поддерживает пострадавших, в частности. Спасибо, что вы об этом сказали. Вот как только я вернусь к какой-то студийной работе, я начну, возобновлю работу над Украиной, на украинском языке, и мы с Киянами вернемся к теме ремикса на украинском языке. Макс Покровский, ногу свело в утреннем эфире «Настоящее время». Максим, спасибо вам огромное, что вы нашли время с нами поговорить во время вашего плотного гастрольного графика. Спасибо огромное. Спасибо, и приходите на наш YouTube-канал, пожалуйста. Спасибо, хорошего дня. Это программа «Утро» на канале «Настоящее время». Мы открываем информационное вещание нашего канала по будням в 9 часов утра по Киеву и Риге и в 10 часов по Минску и Москве. Спасибо, что провели с нами последний час. Не забывайте поставить лайк под нашими трансляциями в YouTube и Facebook и обязательно включайте нас завтра. Эфир нашего канала продолжит новости Азии. Меня зовут Алексей Александров. Хорошего вам дня и до встречи. Отсюда до границы с Россией 40 километров. И это, если можно так сказать, просто первая линия. Поэтому все дома, которые смотрят туда, или разбиты, как этот, или с фанерами вместо окон. Российская армия начала обстреливать Харьков в первые минуты полномасштабного вторжения. Я хочу увидеть сейчас свой Харьков, теперь уже военный, и показать его вам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...